снова зародом и господам связи роман канал фрисан геймса мы продолжаем с вами бегать за котейку разгадывать тайны загадки поручения и прочее и непосредственно пытаемся доставить кота домой вот а а чуть робот исчез подожди а это чей прикид не твой прикид или твой прикид а чей так ладно подожди не беси меня насчет пончо значит написали мне что пончо принадлежит точнее не принадлежит а можно отдать эллиот у единственный вопрос что я не совсем помню где он но мы сейчас найдем он не в баре точно или это у нас программист насколько я помню вот это вот все одержание программист эллиот это у нас последняя то есть нам сюда вот 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 сюда мне надо программисту эллиот вроде как он замерз поэтому если пончо ему подкинуть то все будет по идее в теории неплохо и вопрос только опять же чем у нас отблагодарит остается открытым не знаю если честно так иди сюда здесь мы все обошли или нет по нотам остаются вопросы и по энергетикам остаются вопросы то есть ноты энергетики мы все еще все не нашли к сожалению но я думаю что мы с этим когда-нибудь справимся поговорить а дальше могу помочь так вот пончо о где-то это нашел выглядит просто потрясающе дай-ка примерю в смысле дай-ка примерю спасибо за пончо заходи если тебе когда-нибудь понадобится еще что-то починить а точно уже там не чинил подожди а это о да все здесь знают этот символ это аутсайдеры они живут на верхних этажах района об этом ты можешь поговорить с маму так но это мы уже в курсе друзья я что-то не помню так это радиолка я куда у меня исчезла возможность запрыгнуть ага здесь ничего такого нет я что не помню а вот эта дверь а это по моему тупо пошкрябаться но сюда зайти не не получится вроде как до сюда зайти не получится ладно пойдем тогда к маму но ты и непосредственно уже энергетики оставим тогда на потом ладно если сейчас не получается то блин какой смысл заморачиваться читать гайды подсказки я это тоже не намерен опять же единственный нюанс нюанс в плане гайдов и подсказок это если просто-напросто прочитаю в комментариях вот все остальное конечно же мне немножко не подходит потому что ну не хочу так неинтересно какой смысл а вдруг я спойлер какой-нибудь хочу а спойлер и кто-то любит нет поэтому нафиг надо так я пошел пошел я окей я зашел и что это дело ой тут шумно то как но в принципе я кот мне насрать а это кто такой а точно все исполнили такой ты что здесь делаешь я же говорил пробираться через канализацию самоубийство оставь меня в покое это что погоди это моего папы а я и не знал в нашей квартире есть тайная комната но где бляха погоди я сейчас найду я умею я кот сыщик я кот детектив я вынюхаю я найду все обязательно так это чё за дичь о пожалуйста смотри уже сразу нашел подожди а использовать цифровой код я где его должен брать так вот это вопрос ну-ка нифига я какой смысл надо было прятать панель опа время покажет время покажет что время покажет код наверно а здесь есть часы где-то конечно есть часы так смотри два пять один один два пять один один два пять один один я умный я знаю 2511 так дружище ну-ка подсвети мне он-то робот он-то видит в темноте подожди а кот не видит что ли в темноте как переводим наблюдения приятные звуки но полное отсутствие дружелюбия старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов совершенное зрение в темноте реагируют на это интенсивный свет подожди они боятся света или что значит реагируют первый раз вижу эту комнату не могу поверить что ему удавалось скрывать ее от меня все это время схема должно быть для его оружие против зурков папа всегда скрывал на чем он работает он сказал что в теории оружие должно работать но его нужно испытать в реальных условиях он ушел из поселка и так и не вернулся погоди ты мне что-то пиздишь дружище ты говоришь что он не говорил о том на чем он работает но при этом он сказал что в теории оружие должно работать то есть он говорил про оружие и про оружие для кого иначе какой смысл говорить а про оружие но не говорить б против кого что-то мне кажется что где-то вот этот пацаненок мне подписывает нормально так сенсация робот news внимание контроль над зурками потерян теперь они едят металл то есть их еще пытались до этого типа контролировать и раньше они типа металл не ели или или как это понимать что такое схема дефлюксора концепция цветовой пистолет низкий приоритет внешний вид размер мощность шума в децибелах высокий приоритет испытание в реальных условиях цель уничтожить 20 зурков в секунду бляха этом оружие массового поражения если что такие вещи надо запрещать вообще по-хорошему но это лишнее я чётко знаю какая коробка лишняя какая коробка не лишняя да хватит перепрыгивать ничего нет почему фонарик выключается постоянно так подожди дружище друга лег ну-ка шемись поговори со мной нашел здесь что-нибудь интересное бляха ну как бы схемы это не считается что великам я могу перевести но я не могу ничего отсканировать понимаю чтобы ему передать чего-то я здесь возможно не вижу не наблюдаю опять же что он ходит ищет это я уже перевел здесь не переводить нечего опа сюда ходи взять сломанный трекер но кстати подожди а это я чуть не помню наблюдение все все это да и тогда я нашел я нашел дружище да 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 нашел нашел смотри зырь погоди я это раньше уже видел это его трекер папа всегда использовал трекер чтобы видеть где я нахожусь может мы сможем перепрограммировать трекер чтобы понять куда он ушел не могу поверить что папа все еще может быть жив я так скучал по нему тебе нужно оружие против зурков верно мой папа точно взял его с собой нужно только починить трекер чтобы его найти кто-нибудь трущобах тебе поможет иди за мной я открою дверь а я даже знаю кому элиот я ему подкинул пончо он согрелся поэтому поэтому не то чтобы он мой должник не хочется так говорить но он мой должник по самое не балуйся я пошел так мама уже сдрыснул собака дико так пойдем к элиоту тогда к элиоту это где-то было сюда сюда я помню что это можно как-то через окно залезть но я не помню какое окно поэтому поэтому я лучше по старинке просто как когтями поцарапаюсь открывай давай давай шел вон я к элиоту я к старшему давай давай котейка у нас есть интересная задачка здорово так спасибо за пончо заходить на те надо да мне надо мне вот это отличный трекер я знаю эту модель это тахима br2000 с помощью этого маленького гаджета можно отследить любого можно да и взглянуть просто нужно обновить и еще кое-что вуаля в починенный трекер ну вот малыш надеюсь ты найдешь того кто ищет это того кого ищешь удачи так я найду точно вопрос только кому мне сейчас пойти мама или к элиоту наверное все таки к элиоту так это чё за хрен стоит так нет это не бой подожди к элиоту я забыл как его уже зовут как тебя зовут шеймос шеймос точно так тебе удалось починить трекер получилось ты его починил молодец давай сюда так набери это он его типа перепрограммирует чтобы отслеживать обратно сигнал ну и что это означало есть сигнал неужели папа действительно жив не могу в это поверить будем следовать трекеру может быть так мы найдем папу ну давай я за тобой если чё дружек-друголёчек как это меня нику не не пугай если что во первых я ход я сука всего лишь код беззащитный и безоружный код а во вторых я еще с начала первой серии ни разу не ел а только пил периодически и точил когти ну соответственно не ел и не испражнялся ты понимаешь я код как как его без этого то вообще в принципе столько еще прожил непонятно опять же я беру пример со своего кота то есть может какие-то коты есть и более выносливым это очень пиздюк он прикольный конечно но пиздюк ну и куда мы идем маха какой-то тонну руб а сюда вот он идет наверно в канализации все я помню точно что-то нам то ли про них говорили то ли мы что-то читали не помню вообще-то я помню про это место ну вот он действительно ушел из трущоб там опасно но и он должен быть уверен мне нужно знать вперед то есть мы пойдем с ним не смогу да я думал мы снова пойдем или хотя бы с первыми со вторыми и шеймусом и смогу может так интересно получается одна дверь держит всех роботов все трещобы от неминуемой гибели и он вот так вот просто открывает никто ему слова не говорит а тот стражник который там стоит он вообще на койку и тут создан непонятно так слышь хренадер ты идешь до не ну ты такой конечно наглый почапал туда-сюда а если я хочу здесь сначала пройти я же код ты понимаешь я бляха код а это какая-то пограничная зона так только посмотри на все эти яйца зурков они же нас сожрут нет я не могу я не такой быстрый как ты зурки меня точно догонят вот возьми этот значок папа его узнает он поймет что ты друг получи новый предмет я открою тебе дверь ну и пошел ты нахер бляха ну таки дала конечно тряпочный 5 бляха но опять же с другой стороны его можно понять он умрет ну как бы шансов на выживание не особо то много вот опять же смотри зурки едят металл смотри сколько здесь металла сколько здесь железо где зурки какого хера они не едят это все интересно смотри какая огромная стена я помню это был символ отделяющий жителей трущоб от жителями тауна это и тот факт что они продолжали бросать сюда свой мусор это ужасно может быть именно поэтому у них ничего не получилось еще где-то два воспоминания должны быть ну что что с воспоминаниями у нас получается пока что неплохо в плане нахождения воспоминаний а по тупик вот почему тупик потому что я хуй поднимусь обратно идите нахер дураки а я тут не могу перепрыгнуть я думал я тут могу перепрыгнуть валях я думал я там смогу перепрыгнуть на ту сторону чтобы посмотреть типа туда обманул ладно я понял не тогда мне надо тупо пробежаться по прямой я потому что пытался правым стиком туда им сюда им поворачивать и во время этого забега мне даже не давали поворачивать то есть в принципе мне тут пройти получается ну никуда нельзя такой уровень забежный так сказать пробежные все я понял значит еще раз попробовал правый стик покрутить не работает них хорошо это машина поэтому мне просто надо в наглую щемать хорошо блядь я прыгать не могу когда они на мне сидят идите наху другольки хотя какие вы мне другольки какие вы мне не друзья ясно сволочи смысле а мне вниз я думал там запрыгнуть надо все я свинтил от них допустим бляха но вот эти периодические забеги с возможностью помереть они на самом деле прикольные не заставляют что ли вот игра такая знаешь релаксивная они тебе дают возможность или как это написать то сказать точнее задуматься о том то что ты как бы тут ну не то чтобы отдыхаешь как бы вообще не отдыхаешь а почему я туда не допрыгнул а вовсе понял типа нехуй расслаблять булки но прикольно мне нравится ох ты ж ёжики я прям вообще ничего не думал оу хорош не 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 дружище вставай ты что ты код не говори что ты лапу опять повредил что ты в порядке ничего себе падение дом должен быть где-то рядом осталось совсем немного бляха от сандалика но все пизда ногу опять сломали они походу это излечиваемся а да че нормально ты прям как этот из резиденты вела бутылочку просто вылил на рану и все и красивую руку обратно пришиб решил точнее и тут такая же история лапу полизал все значит все прошло нет хорошо прикольно нехер на хромающего кота смотреть почему да потому что ну просто жалко его ну как так-то котик с хромающей лапой бляха ну невозможно не мимо пройти неспокойно на это смотреть а на хер нам нужны тут нервы и переживания у по мне сюда по-любому там-то явно ничего нет не воспоминания ничего подожди а я куда-то на новую локацию мне кажется вышел яйца я тут вижу но я не вижу тут прям чтоб зурки везде гоняли так там жестко мне надо что-то сюда вставить это возможно к этом батарея или предохранитель это электрический генератор но похоже чтобы он заработал требуется еще какая-то часть но это предохранитель скорее всего либо может быть какой-нибудь еще топливный элемент кстати тоже как вариант ладно надо походить и поискать поискай давай посмотрим вариативность забраться кому-нибудь в окно честно говоря особо не вижу я вообще не вижу возможности куда-то запрыгнуть наверх а вот же мост есть мне показалось что мне в ответ кто-то мяукнул бляха от сандалика вот здесь-то мне конечно не хотелось бы ходить опять же у меня выбора нет пока интересного ничего не наблюдаю опа а вот это место проживания бате по-любому сто процентов инфа сотка иначе зачем ловить зурка в клетке его поймали для того чтобы изучать этих зурков ловить зурка в клетке держать конечно же зурка в клетке заговариваюсь малеха так слышь ты ржавая хуйня ну-ка проснулся бегом а это же этот док бляха а этот док из назад в будущее наверное срисово погоди ты не звук кто ты на тебе мой значок откуда он у тебя я послал мой сын а шеймос мой умный мальчик я здесь один уже целую вечность пришел сюда чтобы протестировать дефлюксор но все пошло не по плану как я хочу вернуться домой я очень скучаю по сыну если хочешь можешь осмотреть дом но я понятия не имею как выбраться из этого места нет и конечно веселый хрен вообще обычно чтобы найти путь обратно надо как бы пройти по тому же пути по которому ты сюда пришел это как бы логично я все еще туда по привычке смогли потому что у меня там раньше камеры я видел людей в таких костюмах они были маленькими постоянно бегали вокруг и шумели о да теперь я вспомнил это были дети с ними улицы казались гораздо более оживленными несмотря на трудности которые они приносили взрослые казалось их очень любили док говорит что скучает по шеймосу это тоже самое ну да да нельзя любить и не скучать при этом как бы ну нельзя и четко просто когти поточить точно может мы сейчас дырку прыгну нет радио не работают о эй осторожность дефлюксора при полном заряде он взрывает зурков как конфетки для работы этой крошки требуется 121 гигаватта электричества единственный источник энергии способен его создавать это генератор за домом проблема в том что он не запускается наверно пирога и перегорел предохранитель я же говорю а учитывая что все вокруг и шить зурками выйти снаружи чтобы его починить для меня слишком опасно я не такой быстрый как ты если ты доберешься до генератора и заменишь предохранитель я смогу перезарядить дефлюксор иди за мной я покажу что делать вова так бы сразу это тоже все таки знаешь я не такой быстрый как ты я не такой быстрый как ты сука ты робот сделай себе какие-нибудь супер шустрые там я не знаю ноги и руки смазочку там подкинь себе побольше получше там силиконовую вот эту всякую а вот держи предохранитель он совершенно новый ну я б не сказал но ладно генератор включается громко так что жди зурков как только починишь генератор я смогу зарядить и запустить дефлюксор следуй за этим кабелем замени предохранитель и возвращайся удачи надо сразу найти пути отступления зурки не особо прыгучие в плане высоты на нихера тут нет пути отступления все стандартно желтый кабель он идет сюда типа я если буду убегать то я по-любому побегу тут а ну и здесь уже начну запрыгивать но главное до этого моста вообще принципе сюда пробежаться я понял давай так дружище роботик ты же у нас все равно летающий я вставляю предохранитель но ты не включаешь пока я не съебну обратно до деда да беги ты чук ох блять беги 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 давай 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 но шевелись дружище давай отстреливай дед для ходит пизда 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 все где ты где они все нормально я жив ладно прикрыл меня дед хорош она долго заряда хватает после его на пять минут только хватает отлично ты включил генератор видел какая мощная штука этот дефлюксор он точно поможет нам выбраться отсюда погоди возможно я смогу установить дефлюксор на твой дрон подожди а нельзя вот этим же диклюз дефлюксором просто начать сжигать гнезда этих зурков и просто их истребить к хуям ну как бы серьезно если они создают такие проблемы там туды-сюдым почему нет гнезда сделаны наверняка из тех же материалов что сами зурки и откуда у дрона такой заряд чтобы дефлюксор в него вставить его он может нам надо будет его заряжать где-то и что куда он ему впаял его сработало дефлюксор установлен на твоем модном дроне он не предназначен для работы такого маленького источника питания если используйте слишком часто он может сломаться только помни это не игрушка а теперь пошли в поселок я возвращаюсь домой я возвращаюсь домой сын так наверное к сыну может имел сюда да так и чё и как мне его использовать а как он сейчас вернется у него был один дефлюксор он встроил его в моего дрона я их отсюда слышу дружище ты как сейчас обратно пойдешь дайте хоть книги уровне напоследок вот все теперь могу идти ох ты ж ёбушка а наверное сейчас будет обучение ну давай так уничтожить всех зурков чтобы мы могли пройти удерживайте лб чтобы использовать лб этого что это левый батон верхняя ухты отлично работают но как я и подозревал он может перегреться если это произойдет дай ему немного остыть надеюсь этого хватит чтобы добраться до поселка я тоже на это надеюсь дружище в любом случае ты не такой быстрый как я пока тебя будут жрать я добегу куда-нибудь я думаю тебе стоит это учитывать дружочек подожди это все нам надо было тупо пройти сюда ты серьезно переключатель не работает похоже электричество отключено и чё ты должен найти способ открыть это ладно хорошо вот желтый кабель поперся он пошел пошел в смысле а как метода дружище а я я не могу туда хотя подожди я не только быстрый я еще и умнее тебя понял раз мы подкатим эту бочку запрыгнем туда и сделаем все что положено бляха ну неужели он не мог просто сюда пройти ну не может быть он же блять ученый аутсайдер аутрайдер аутсайдер там их не так много было просто отвлек их чем-нибудь и быстренько пробежался ну правда проблему с электричеством он бы хуй решил но он же не знал об этом то есть он даже не пробовал понимаешь сюда сигануть вообще не пробовал наверное просто отчаялся думаю да ну нахуй как бы логично но все черти вам ма пупа а как о быстрее заходи твою мать ой перегрелся все пиздец да твою ж ты отстань от меня все нормально я тебя спас кто там еще клопнулся лопнулся ух пронеслось пошли домой пойдем дружище твой дом мой дом так что вези меня неси меня бляха ну хотя бы реально хотя бы в благодарность ты уж протащил бы меня немного какого хера я на своих-то 2 должен чесать на своих двух на своих четырех я тебе жизнь спас так и чё кто тут здесь нет никого так старый дверь открывай подожди а это разве та дверь через которую мы заходили это не та дверь то есть тут не один ход ну логично да я пройду а здесь шеймус должен быть уже ну а он не может поверить наверно он вахуй просто какая милота будет рассказывать какой он герой невъебенный а это я все это я все молодец ты пошел нахер так спасибо что спас дока маленький друг приятно видеть что шеймус больше не одинок теперь мы знаем что может дать что может дать отпор зуркам мама ждет тебя у канализации доки шеймус выглядят счастливыми кажется мы с тобой сделали хорошее дело да есть такая херня слушая а мне стоит вообще к ним подходить поговорить стыдии так это посмотреть потрясающий док в мертвом городе никто так долго не выживал значит и все таки справились зурками у тебя есть те 10 банок которые ты мне должен я а это он с этим кстати ты уже встречал это странно оранжевое существо плюющие гулящие вокруг ты не мог его не встретить это я что ли нихера себе слышу я тут жизнь как бы спасают привет тэдик как дела про узи обили ты знаешь моего сына шеймуса благодаря ему я вернулся из этого проклятого места что да конечно я так счастлив что он вернулся ой пошли вы нахуй хоть бы кто-нибудь сказал спасибо коту вот вы твари они там охранник по моему сказал спасибо благодаря сыну я вернулся хуй там сын тут вообще не при делах у них у а вообще не может так а вот и мама вопрос только стоит ли нам спешить идти к мама куда-то он хочет чтобы я с ним поплыл я кот я воды боюсь не есть коты которые не люди не боятся воды в принципе любят плавать но я тот кот который боится воды и нихера не любит плавать почему я так решил потому что я за кота играю я четко знаю чего я хочу и чего он хочет мы с ним единое целое мы с ним как эти я как его передние лапы а он как задние лапы ну короче ты понял мы с ним единые охуенный так я сюда не могу поверить док ты его нашел и заполучил дефлюксор с болтазар теперь мы сможем отыскать его вперед ну давай да не нашли немножко нот не нашли немножко одного энергетика но я думаю что по факту это бы нам ничего не дало потому что судя по всему это чисто для достижений на сюжет на второстепенное задание это никак особо то и не влияет пончо могло еще повлиять типа эллиот бы заортачился и хер бы отремонтировал но учитывая что все нормально мы без нот без энергетика прошли спокойно дальше значит это абсолютно не надо это скорее всего чисто достижения в принципе пофиг вообще на эти достижения никогда за них не рубился вообще недостижительное чего человек по жизни тогда я свет включу здесь принципе так все нормально видно но мне просто не нравится желто-оранжево вот эта палитра что ты там гавкаешь какое ужасное место ладно я бы не сказал что не сильно ужасно а чем она ужасно выглядит как-то херово то нету но абсолютно нормально выглядит ничуть не хуже чем ваши трущобы воняет я сомневаюсь у тебя носа нет вода гнилая возможно хер знаю я не вижу ничего ужасного в этом достаточно светлое неплохое место чё ты там бурчишь не вижу способа открыть эти ворота может глянуть с другой стороны а ну естественно как обычно ты меня повез но я за тебя работой потому что я быстрый а ты нет на этом игра построена наш персонаж быстрый а все остальные нет поэтому пусть он делает все сам ладно ладно сволочь я сделаю только единственно что мне вот эти вот яйки большие напрягают ах ебать 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 я-то думал уничтожая яйца они уничтожаются прямо вместе с содержимым а нихера подобного да чем ближе тем они быстрее погибают потому что свет ярче и интенсивнее они охотнее лопаются ладно я понял то есть лучше его используют все таки максимально впритык что а дальше поплывем я никогда не отходил так далеко от трущоб когда ты со мной мне даже не страшно ясенку у меня есть оружие массового поражения вот здесь уже страшновато становится вот это уже ужасное место да а он еще сверху черти я все переживаю лишь бы они на плот не запрыгнули что ты говоришь я никогда не отходил так а я понял бляха хорошо что у меня фонарик не перегреваются только прыгни только прыгни сука сразу спалю тебя лопнешь как презерватив а вот туда мне наверное надо там вот красный экран по-любому что-то где-то мне надо будет открыть и скорее всего это там да ну вот сворачиваем по чуть-чуть здесь еще какие-то шлюзы резервуары может быть как будет какая-нибудь загадка с перегоном воды помню в какой-то игре тоже была блядская загадка где надо было воду перегонять из одного бака в другой это был не резидент и вилл это было бляха я не помню что но это на канале точно было там мы по моему играли за женщину и там был монстр какой-то невидимка а как же она называлась амнезия по моему которая первым последняя самая вроде как она да могу ошибаться не помню ну там я заебался если честно так вся эта старая техника вышла из строя думаю открыть можно только вручную ничего я должен опять вручную открывать ты мои лапки то видел вообще нет и от любого падения сразу ногу села маю да она залечивается с помощью языка и слюней ну и что а ты ж нихуя так ты сильны а почему нельзя взять лопату и тупо зурков этих плющить лопатой что быстрей уф прыгай по дверь долго не продержи а сразу бы сказал да блять какая бочка а не могу пойти с тобой я не перестану искать выход болтазар и клементина когда найдешь их расскажи им каким я был храбрым смысле был а чё ты уже все прощаешься с нами ну прощай да не я думаю он выживет по идее там никого нет прыгнет опять на воду на плот и поплывет обратно там же все открыто нормально они на плот тоже не прыгают эти зурки и дебильные потом по идее в теории с ним все будет хорошо а вот это мне уже не нравится но опять же если я их не буду лопать может они тоже не будут сами лопаться блядский в рот наоборот как же их тут много а я к ним когда подхожу они начинают интенсивнее дергаться то есть они меня чувствуют и возможно даже смогут вылупиться в случае чего меня их наверно провоцировать просто пока что не буду эти смотрят сволочи кто-то меня палит то плохо нельзя меня полить я код все какого хера не на меня реагируют яшний робот я маленький даже один зурку с не наедться этим котом какой смысл то вообще не понимаю ну добыча должна быть ну хотя бы оправдана что ли это знаешь когда идешь на охоту в йогу неделю потраченного времени там сотку патронов или еще что-нибудь платишь миллион за разрешение там тудым-сюдым а в итоге ловишь одну одного фазаном для которого можно было дешевле и проще купить в магазине я понимаю что типа процесса ход и вот это всякое такое ну блин ну должно же быть кпд оно должно быть все оправданно так они на свет реагирует поэтому я свет нахуй выключил валять а чё этот не попал так все он превратился в кучу говна они не на свет они все-таки вот прям на меня реагируют и как мне эту дичь включить отключить бляха мне похоже придется самому специально провоцировать их чтобы найти что-то но найти что а рычаг валях я забыл нажать кнопку бежать не перегреваем не перегреваем после взрыва он очень долго это обратно включается нельзя мне его перегревать музяка какая пошла тяжелая электроника hard electronic hard bass hard бит не знаю как называется вообще не уверен что у этого есть какое-то название это не наверняка направление какой-нибудь музыки есть по-любому кто не вообще знают что я иду у них ушей нет у них из чувства из зрительных органов из каких там короче у них из органов наблюдения есть только гла ебать неудивительно почему они видят все вообще сурков по ходу коллективный разум это один невъебенно здоровый организм ах ты ж блять вот сволочь видал он просто прибежал и взорвался вот дырочек это японский зуртуб так ну идеальная тактика конечно отходить потихоньку и уничтожать преследователей супа выжгу глаза тебе не работает так я к яйцам подходить не буду но в любом случае тут ой 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 вот здесь аккуратно если попадет свет на яйца торги он сам взорвался видимо остаточный эффект какой-то хер знает осторожно яйцо не вскрыли никакое супер бляха как мне здесь не нравится ужасное место отлично территория зурков мать и хотеть я наверное так серию назову территория зурков надо превьюшку будет какой-нибудь адекватную ой 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 тут много высрали мне почему-то кажется что это коллективный разум какой-то один большой живой организм вот вспомни был такой фильмец хотя чет вспоминать он не так давно был отряд самоубийц вторая часть там была вот эта звезда здоровенная которая выплевывала хулиард маленьких звездочек вот здесь такая же херня мне кажется это большой один здоровый организм который подпитывается живет размножается за счет вот этих вот мелких пиздючков любну неужели зурки могут просто-напросто сжирать например вот это все и потом типа разрастаться вот до таких вот глаз на как на стенках висят я в это не верю кстати глаза спят почему они здесь спят в чем прикол что не так здесь температура другая может они еще температуры ссыкуют бояться бляха не по-любому из этих труп потом ко мне попрут толпами просто тысячами я аккуратненько прошел но я еще смотрю воспоминания я воспоминаний здесь пока никаких не вижу упал так для х слишком громко хочу не работает для глаза проснулись а с той стороны еще то есть бляхаться да ахренеть вот это жесть я думал с бочки на бочке можно будет перепрыгнуть так осмотревать я тоже почему-то сами полопались что не так как-то еще подкрепление идет там еще дурочки остались зачем ты прыгнул где они гавкают идите нахер почему на глаза не работает свет они слишком устойчивы к этому ну типа здесь я в безопасности должен быть ты это мне хочешь сказать игра кстати стрелочка есть но это возможно аутсайдеры оставляют метки чтобы по итогу не заблудиться ебанутся мишки срутся мать вашу не давай уже продолжим следующей серии так что если интересно то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр они вы Субтитры сделал DimaTorzok